Всем привет! Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Мы с Таней хотим рассказать вам про архитектуру психического здоровья. И слово Таня. Всем привет! Давайте ознакомиться со всеми вами. Для этого мы предлагаем поучаствовать в следующем мини-флешмобе. Для этого вам нужно написать в чат три факта о себе. Таким образом, мы будем знать чуть больше друг о друге. Пожалуйста, присоединяйтесь. Должно быть интересно. А мы, в свою очередь, с Таней тоже расскажем немного о себе. Итак, я начну. Меня зовут Татьяна. Я первый раз выступаю на Ruby Meditation. И я очень надеюсь, что это выступление будет полезно. Факт номер два. Чуть больше года назад я сменила город проживания, работы. Сейчас я живу и работаю Ruby-разработчиком в Берлине. И третий факт обо мне – это то, что я по собственному опыту знакома с выгоранием. Татьяна, какие факты у тебя припасены? Мои факты таковы, что я живу в Харькове. У меня живут собака и рыбка, а еще муравьи. Но все в порядке, они живут в террариуме. И также я знакома по собственному опыту с депрессивными состояниями и прошла много часов терапии, которые помогли мне справиться. Интересно. Цель нашего доклада – поделиться тем, что мы знаем, читали или наблюдали. То, что, на наш взгляд, помогло нам самим справиться с выгоранием и будет кому-то полезным. Мы приведем максимально объективную информацию по данной теме. И наша презентация будет состоять из следующих частей. Это базовые термины, информация о выгорании и других психических проблемах. Кроме этого, мы поднимем вопрос ответственности и поделимся жизненным опытом борьбы с выгоранием. Ну и вначале мы хотели бы дать определение некоторым терминам, которые будут полезны и для того, чтобы слушать последующие доклады на сегодняшней конференции. И первое, что мы хотели бы посудить, это термин «психическое здоровье». «Психическое здоровье» – это состояние благополучия человеческого организма, в котором человек реализует все свои способности, может противостоять жизненным неурядицам и стрессам, продуктивно работает, а также вносит вклад в сообщество. В общем, чувствует себя отлично. Противовес психическому здоровью – есть психическое расстройство. В широком смысле под ним поднимают состояние психики отлично от нормального, здорового. Важно понимать, что такие хорошие вещи, как счастье, эйфория, влюбленность, они тоже являются, в принципе, необычными состояниями психики, но они не мешают человеку, поэтому, естественно, их никто не лечит, никто не ходит к врачу с вопросом «я как-то слишком веселый сегодня». То есть расстройство – это именно то, что мешает человеку, то, что, собственно, не дает ему полноценно выполнять свои жизненные цели. Дальше поговорим о классификации болезни. Классификация болезни МКБ или ICD – это документ, который используется для сбора статистики и оказания унифицированной медицинской помощи по всему земному шару. Этот документ составляет Всемирная организация здравоохранения. Его пересматривают в раз в 10 лет. Вот сейчас мы до сих пор пока живем по МКБ-редакции 10, но в 2018 году была представлена новая, 11-я редакция. Хотя процесс внедрения ее во все, собственно, сферы занимает довольно-таки длительное время, поэтому предполагается, что полностью она будет внедрена в начале 2022 года. Самые интересные примеры – в МКБ-11 было добавлено выгорание, а также синдром игровой зависимости. Теперь поговорим, собственно, об выгорании. Согласно определению ВОЗ, выгорание – это синдром, возникающий из-за хронического стресса на работе, то есть он относится именно к профессиональной деятельности человека. Человек не может справиться с хроническим стрессом. Он ощущает потерю энергии, истощение, психологическую отстраненность от работы, чувствует некоторый цинизм по отношению к тому, что делает, а также этот синдром характеризуется уменьшенной профессиональной эффективностью. Важно понимать, что выгорание не является болезнью, но может провоцировать другие расстройства. Хоть это и не болезнь, но согласно разным опросам, он в выгорание вносит большой вклад в работу людей, в эффективность и неэффективность. Согласно опросам в США, до 50 случаев текучки кадров в больших компаниях были связаны именно с выгоранием у сотрудников. А согласно другому опросу, проведенному в Британии, до 80% врачей сталкивались с синдромом выгорания, что, в принципе, естественно, потому что выгорание часто поражает людей, которые работают в профессиях типа человек-человек. Поговорим немного о стадиях выгорания. Согласно одной из теорий, выделяют пять стадий выгорания. Начинается все очень здорово, начинается все с эмоционального подъема, с того, что человек работает, просто выкладывается на 24 часа в сутки, он полон энтузиазма, дальше он входит в какое-то спокойное состояние, работает хорошо, но затем у него начинаются перепады настроения, какая-то раздражительность. Далее он очень сильно устает, утомляется, он не может отдохнуть, то есть ему уже не помогает отдых на выходных. И финальная стадия – это уже безразличный формальный подход к выполнению профессиональных обязанностей, негативизм к тому, что ты делаешь. Таня, давай поговорим о факторах риска. Да, с условиями труда могут быть связаны многие факторы риска, нарушение психического здоровья. Большинство факторов риска связаны с такими аспектами, как тип трудовой деятельности, организационные условия, отношения с руководством, навыки и компетенции работника, а также взаимодействие этих аспектов. Например, у работника могут быть необходимые навыки для выполнения задачи, но не хватать ресурсов, чтобы сделать то, что от него требуется. Или же на предприятии может иметь место неблагоприятный стиль действий руководства и негативные организационные практики. На слайде представлены примеры факторов риска для психического здоровья. Риск также может быть связан с характером деятельности, например, с выполнением работников обязанностей, не соответствующей его компетенции, или непрерывно высокая нагрузка. Притеснение и психологическое насилие – частые причины стресса, связанные с трудовой деятельностью, которые создают риск для здоровья работников. Ну и, конечно, одним из факторов является несоответствующая заработная плата, как, например, зарплата ниже средней по отрасли. Какие симптомы помогают определить начинающие выгорания у работников? В настоящее время от таковых исследователей выделено свыше 100. Однако все они ни у кого не проявляются одновременно. Существуют индивидуальные вариации, потому что выгорание – это реакция индивидуальная. Симптомами, сигнализирующими о развитии выгорания, могут быть снижение мотивации к работе, резко возрастающая неудовлетворенность с работой, игнорирование требований к безопасностям и процедурам, ослабление стандарта выполнения работы, хроническая усталость, конфликты на рабочем месте. По другим данным, симптомы выгорания разделяют на следующие категории – физические, например, усталость, истощение или поведенческие, психологические. Работа становится все тяжелее и тяжелее, способность выполнять ее меньше и меньше, сотрудник рано приходит, поздно уходит, дистанцируется, общая негативная установка на жизненные перспективы, злоупотребление алкоголем или же наркотиками и так далее. Далее мы бы хотели представить вашему вниманию наши личные примеры выгорания. Скажу сразу, в моей жизни, в моей практике я сталкивалась с синдромом выгорания несколько раз, в большей или меньшей степени. Однажды я принимала участие в разработке проекта, и сначала мне очень нравилась моя работа. Спустя год мне казалось, что все довольно неплохо, особенно коллектив, но в какой-то момент надвинулось много перемен одновременно, и они были связаны с управлением, составом команды. Также была проведена полная замена методологии разработки, и моя роль в команде изменилась. У меня появилось много новых обязательств. Тогда я стала проводить больше времени на работе, больше участвовать в митинге, либо же в подготовке к ним. И не всегда мне приходилось заниматься любимыми задачами. Самое грустное в тот момент была для меня большая текучка кадров. И что еще, наши привычные шутки в коллективе перестали уже спасать. И тогда я заметила, что после интенсивного дня мне хотелось поскорее сбросить этот стресс, просто переключиться на что-то другое. Да, также хочу заметить, что помимо работы я чувствовала себя вполне замечательно, а вот на работу мне приходилось заставлять себя идти. Также было сложно найти время и желание просто почитать техническую литературу или заполнить простой отчет. Все, что нравилось до этого, стало безразличным, и планов на будущее в этой компании я не видела. Я приняла решение уйти, и чтобы не подводить команду, я доработала, передала дела все... Все дела передала коллегам из последних сил, но сразу после увольнения я чувствовала себя полностью опустошенной. Только, наверное, спустя месяц восстановления и отдыха силы начали возвращаться. Но что самое интересное, спешить, обновлять резюме мне не хотелось. Наверное, это был самый длительный период моей карьеры, это было около полугода, но за это время я успела многое, я успела попутешествовать, заняться совершенно новыми, неизвестными делами, прийти к тому, чего я действительно давно хотела в своей жизни и карьере без спешки. А как у тебя, Татьяна? Ну, признаться, очень вдохновляющая история, но у меня никогда не было такого длительного перерыва. Я бы хотела поделиться другой историей, которая, в общем, где-то и заняла полгода. Все начиналось тоже, как обычно, очень хорошо. Я работала над интересной задачей, огромным функционалом. Мне нравилось, я работала с большим энтузиазмом. Работа, задача была интересная. Как обычно, она была неправильно оценена. Оказалось, что чуть-чуть она сложнее, чем кажется. Оказалось, что она намного сложнее, чем представлялась изначально. Требования просто расширялись. Мы все больше находили каких-то новых ошибок, то есть каких-то сложностей и в рублементации. И, собственно, и так из недели она выросла, собственно, ее эстимейт вырос и на несколько месяцев. И ко всему прочему, в процессе работы над этой задачей оказалось, что ее приоритет вырос из... Ну, как бы было бы неплохо сделать, до критичное все горит, всех блокируют, очень надо, вот прямо сейчас уже на завтра. Но она при этом двигалась очень медленно. В общем, очень была сложная задача, которая была более сложной, чем я могла выполнить. И это внесло определенный сильный стресс в мою жизнь, которая и так была наполнена стрессами в тот момент. И я не могла переключиться на что-либо другое, как-то сбросить пар и как-то отдохнуть. Все это начало приводить к тому, что я засиживалась на работе, я могла сидеть допоздна, моя диета состояла из газировок и батончиков шоколадных, потому что мне нужна была глюкоза и кофеин для того, чтобы выдерживать весь этот поток стресса и задач. Собственно, я мало двигалась, я забила на все, кроме работы, а также я подсела на чтение новостей, я знала изменение курса доллара и пары доллар-евро каждый день, то есть я проверяла зачем-то это по два раза в день, я знала, была в курсе всех новостей, и как-то так постепенно я оказалась в ситуации, когда ничего уже не радовало, я не могла отдохнуть на выходных, то есть меня это не заряжало, я приходила разбитая на работу, я не могла встать по несколько часов с кровати, ну, мне казалось, что, в принципе, ну, как бы не такая уж сложная ситуация, у некоторых людей бывает и похуже, как бы соберись, Таня. И все закончилось в один день, когда я пролежала до пяти утра, и я не смогла уснуть. Для меня это было очень страшное и непонятное ощущение, потому что я никогда до этого не страдала бессонницей. Но это был первый звонок, потому что мне все дальше и дальше, требовало все больше времени для того, чтобы уснуть, если у меня получалось. И так я поняла, что и у меня развилась бессонница на фоне всего остального стресса, который происходил. Но эта история заканчивается хорошо, потому что относительно вовремя я обратилась за помощью, я обратилась к врачу, который назначил мне медикаменты, которые помогли мне бороться с бессонницей, и я обратилась к своему менеджеру, который снял с меня часть нагрузки. Задачу все-таки мы как-то доделали, и он дал мне некоторую передышку, которая помогла мне восстановиться и, в принципе, понять, что я не хочу терять эту работу, мне она нравится, и теперь все хорошо. А давайте теперь поговорим про последствия выгорания. Таня? Да, ты знаешь, выгорание может подорвать здоровье, привести к развитию сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых, мышечных заболеваний, спровоцировать проблемы с пищеварительным трактом, головные боли, бессонницу, депрессию и другие клинические состояния. Что касается последствий выгорания для организации, это уменьшение включенности в работу, увеличение текучести кадров, снижение удовлетворенности трудом, увеличение компенсации на обеспечение здоровья работников. А можно перейти теперь к депрессии? Да, ну теперь можно остановиться чуть подробнее на, собственно, одном из последствий негативного выгорания. Вот в последствии выгорания может развиться депрессия, и депрессия – это уже полноценное психическое расстройство, которое является такой же обычной болезнью, как, например, грипп. Депрессия характеризуется сниженным настроением, утратой способности получать удовольствие. Она бывает разных форм, и в тяжелых формах она характеризуется сниженным настроением, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью. Что говорит о том, что, несмотря на то, что это психическое расстройство, оно поражает весь человеческий организм. И когда человек болен депрессией, сказать ему «смени работу», «возьми себя в руки», «хватит ныть» – уже не работает. Депрессия – это болезнь, которая должна лечиться по-другому. Важно понимать, что противоположность депрессии – это не счастье, а жизненные силы. И теперь стоит поговорить немножко о диагностике. Проблема диагностики эмоционального выгорания заключается в том, что симптомы этого состояния весьма расплывчатые и часто списываются на усталость, нехватку сна, отдыха и так далее. Некоторые же, напротив, стараются усмотреть выгорание там, где его нет, пуская с виду реальный источник проблемы. Индивидам, которые сгорели дотла или еще только выгорают, трудно распознать это состояние. Существуют опросники, которые могут использоваться, в том числе и для самодиагностики, например, тест Бойко или опросник Маслыч. В целях диагностики расстройств тревожно-депрессивного спектра широко используются специальные шкалы, позволяющие выявить депрессию уже на ранних этапах ее развития. Наиболее распространенной из них является шкала депрессии БЭКа. Это методика диагностики депрессивных состояний, разработанная на основе клинических наблюдений и наиболее часто предъявляемых пациентов жалоб. Если проблема профессионального выгорания для вас актуальна, не отказывайтесь от помощи специалистов. Если эта мера кажется вам преждевременной, вы можете обратиться к таким опросникам. И по своему собственному опыту я хочу сказать, что в критический момент выбрать именно своего специалиста или найти медикаменты, которые бы с минимальным количеством побочек и которые бы, собственно, подошли вам. Это как бы отдельная тема, наверное, для отдельного доклада. И поэтому мы хотим сказать, повторить еще несколько раз о том, что профилактика – это всегда самое лучшее лечение. В части вопросов ответственности менеджеры вносят свой вклад в уменьшение профессионального стресса, предоставляя своим подчиненным возможность самостоятельно планировать их деятельность, но при этом контролируют и минимизируют их сверхурочную работу. Работники, у которых руководители заботливые, демонстрируют более низкий уровень выгорания и стресса, меньше болеют, прогуливают работу, трудятся с большей самоотдачей и инициативой, реже думают об увольнении. Некоторые менеджеры пытаются предотвратить выгорание, концентрируясь на личных целях подчиненных. Согласно исследователям компании Real Star Insurance Company, профилактические программы, направленные на помощь работникам в достижении более здоровой, сбалансированной жизни, действительно помогают предупредить либо предупредить выгорание. Было обнаружено, что компании, которые проводят политику поддержки в сфере профессиональной деятельности, имеют почти половину меньше выгоревших сотрудников, чем те, которые такой политикой не занимаются, не проводят. Что скажу еще? Что каждый должен заботиться о своем психическом здоровье самостоятельно в первую очередь, а задача компании – помочь или хотя бы не мешать. Если вы считаете, что эмоциональное выгорание затронуло кого-то из коллег, не бойтесь сказать им об этом. Поговорите с ними о том, что они переживают, чем эта проблема может быть вызвана и что необходимо для того, чтобы ее решить. Так случилось, что в моей жизни меня всегда, ну скажем, часто окружали замечательные коллеги, которые с пониманием и заботой относились ко мне, что делало мою работу гораздо лучше. Да, это очень важно, когда есть какая-то хорошая поддерживающая атмосфера в коллективе. И в последней части доклада мы бы хотели поделиться некоторыми лайфхаками, которые помогли нам или помогают бороться с хроническим стрессом на работе. Важно также заметить, что самый частый совет в такой борьбе является «Да, сходи в отпуск, возьми дополнительный выходной». Ну, как бы он чаще всего не сработает, если по возвращению человек окунается в ту же самую обстановку бардака и какого-то вот стресса. Я говорю это тоже по собственному опыту. И самое важное, что можно сделать для того, чтобы бороться со стрессом, это регулировать рабочую загрузку. Важно научиться контролировать рабочую загрузку, как уже Татьяна сказала, пересматривая приоритеты текущих задач. Также к инструментам профилактики относятся способность делегировать и разделение ответственности. Мастерство «Говорить нет» является другим важным профилактическим средством. Алгоритм действия не такой уж простой на самом деле. сперва важно разобраться с причинами, по которым вы всегда говорите «да», и не всегда этого легко. После того, как вы разберетесь с причинами, можно приступать к практике и постепенно отрабатывать навык отказываться другим. Мне вот интересно, а ты умеешь говорить «нет» своим коллегам, Татьяна? Ну, очень предательский вопрос во время конференции, когда нас слушают другие люди, но да, нет, я не умею говорить «нет», я работаю над этим. Ну, как бы хочется еще сказать о том, что работа, несмотря на всю ее важность... У меня летел наушник, извините. Собственно, работа, несмотря на всю ее важность, на то, что она платит по нашим счетам, отдает нам и некоторую социализацию, дает нам дело нашей жизни, какое-то увлечение. Работа — это всего лишь часть жизни. И всегда есть что-то другое, всегда есть семья, друзья, любимая книга, сериал «Ли рыбки». Все это важно, и важно научиться находить баланс между работой и другими частями жизни для того, чтобы можно было менеджить стресс, который возникает на работе. Важно уметь находить время для того, чтобы позвонить родителям и помыть посуду, для того, чтобы покормить рыбку и полить засыхающий кактус, для того, чтобы просто расслабиться, почитать книжку или посмотреть серию любимого сериала. Да, мне, например, очень сильно помогает балансировать между работой и досугом. Дело или дела, которые приносят удовольствие. Каждому, кто сталкивается с повышенным стрессом и эмоциональным истощением на работе, необходимо что-то, что приносит удовольствие. Такими могут быть спорт, творчество, садоводство, танцы. Потому что для того, чтобы делать работу хорошо и иметь способность находить новые решения, необходимо также выделить пространство для чего-то еще, что полностью отвлекает, заряжает, радует и расслабляет. Вдохновение и новые идеи приходят тогда, когда мы свободны. Для меня, например, такими стали игра на гитаре, джоггинг и пилатес. Есть ли у тебя что-то подобное, Татьяна? У меня есть собака, которая держит меня в тонусе каждый день, и, собственно, благодаря ему я тот счастливый человек, который зимой, в короткие дни видел солнце. Собственно, кроме всего прочего, важно еще заботиться о себе и уметь слушать свой организм. Может быть, мы хотим сейчас есть или спать, или пить. Может быть, мы устали, пора отдохнуть, или наоборот, мы чувствуем какой-то подъем сил, и это время продуктивно выполнить свою работу. Важно заботиться о своем организме, давать ему передышку и давать необходимую нагрузку. Важно заниматься спортом. Мне очень помогает плавание. Интересно. Стресс, безусловно, подрывает здоровье, но дефицит сна, который так многие из нас испытывают, чтобы преуспеть на работе в большей степени крайне отрицательно влияет на творческий потенциал, профессиональную эффективность и способность принимать решения. Нельзя до бесконечности снимать наличные с банковского счета здоровья. Если в ближайшее время не сделать новые вложения, ваше здоровье обанкротится, а сон, как одна из составляющих, пополняет баланс вашего здоровья. На просторах интернета гуляет слишком много мусора сейчас, который обязательно залезет в голову, если эти пустоты не заполнены чем-то поважнее. Мы живем в период, когда очень много происходит вокруг, и от этого очень сложно абстрагироваться. Но это полезно для здоровья. У вас всегда должно быть несколько часов, а лучше целый день, например, раз в неделю, без интернета, компьютеров, телефонов и прочей технической нечисти. И на своем опыте мне очень сильно помогают функции ночного режима, которые иногда я оставляю просто на целый день, или отключение уведомлений отдельных приложений. А также у меня есть просто уникальный способ. Это дорогой и плохой мобильный интернет в Германии, что помог выработать мне новую привычку не пользоваться или пользоваться интернетом в ограниченном количестве времени вне дома. Вот, отлично. Мне бы такой интернет медленный. Собственно, и последнее, о чем мы хотели бы поговорить сегодня, это медитация. Признаюсь честно, раньше я не понимала в чем ее смысл. Пока однажды я не столкнулась с утверждением о том, что медитация — это хороший способ показать нам самим, что мы не можем контролировать даже собственный поток мыслей, что уж говорить о каких-то внешних факторах. И это перевернуло мою картину мира. Я теперь занимаюсь медитацией время от времени. Признаться честно, мне плохо получается, но все равно это позволяет как-то регулировать мой внутренний уровень тревожности. Я использую разные приложения, например, ОК, который содержит разные guided meditations. И также я использую самое простое приложение для Apple Watch, которое заставляет меня дышать, что, в принципе, тоже очень здорово. Таня, ты пользуешься чем-то? Да, ты знаешь, в моей жизни тоже есть место медитации, как Ruby Meditation, так и обычной. К тому же, компания, в которой я работаю, предоставляет нам подписку на приложение для медитации, которым я учусь пользоваться. Вот, да. Да, на этом у нас все с Татьяной. Мы были рады всех вас увидеть и поделиться. Мы желаем вам гореть и не выгорать. И если у вас есть вопросы, мы с радостью на них ответим. В завершении презентации мы оставили несколько полезных ссылок на тесты и статью на сайте Всемирной организации здравоохранения. Вот. Я думаю, презентация будет расширена чуть позже, и вы сможете воспользоваться этими ссылками. На этом у нас все.